Конкурс лидеры России вышел на финишную прямую в Подмосковье. На полуфинал съехались лучшие из лучших, суперэффективные, амбициозные руководители. Они прошли строжайший отбор и теперь уже наставники борются за них. Георгий Алисашвили заглянул за кулисы конкурса. Образец помещается в камеру. Вот вы можете посмотреть. В дальнейшем камера открывается и делается забор воздуха. Чтобы воздух, которым мы дышим, не загрязняли материалы, из которых сделаны наши дома. В физико-химической лаборатории Ярослава проверяет тысячи наименований стройматериалов. Сейчас в герметичной камере исследуют стекловату. И если экземпляр пройдет тест, его занесут в каталог безопасных материалов. Зеленую книгу, которая уже известна многим строителям. Но пока еще далеко не всем. Есть проблема в том, что люди не очень осведомлены в этих вопросах. И зачастую проявляют какое-то безразличие и к окружающей среде, и к тому, в каких условиях они проживают. Экологическое строительство в России сейчас пока еще в самом начале пути. И да, я считаю себя новатором. Новаторы редких профессий. Ученые, изобретатели. Все уже состоявшиеся профессионалы. Но главное условие для участия в конкурсе «Лидеры России» – каждый должен быть руководителем. Объявляя о старте конкурса, организаторы рассчитывали на 8, максимум на 10 тысяч участников. Желающих оказалось в 20 раз больше. Правила и задания ужесточили. Но даже после этого в полуфинале буквально не протолкнуться. Конкуренция настолько высока, что сложные испытания не позволяют выделить явных фаворитов. Способность работать в условиях дефицита времени, в кризисной ситуации, способность управлять своим временем и найти, несмотря на загрузку время, правильно расставить приоритеты – это тоже один из критериев отбора, который использовался при проведении этого конкурса. Суть тестовых задач под строжайшим секретом. Люди разных профессий должны показать знания из самых разных областей – от истории до экономики и права. Ну и, конечно, доказать, как лидеры они готовы не просто идти вперед, но и вести за собой других. Елена с детства знала, что будет доктором. Лечить людей – семейное призвание. В 34 блестящая карьера не в ущерб семье – научная работа. Говорит, на конкурс пришла, чтобы узнать что-то новое о себе. Я состоялась как мама, я состоялась как специалист. Мне хотелось бы понять, что же я еще могу. Наставники, признанные мэтры своих профессий, уже встречались с конкурсантами на мастер-классах. Лидеры сегодняшнего дня, лидеров завтрашних оценивают высоко. На этом этапе идет борьба за место в финале. Тот случай, когда важна не только победа. Ведь самоучастие для молодых и амбициозных – это возможность показать себя на самом высоком уровне. Это просто зашкаливающая энергия людей, которые хотят найти дорогу к лифту, в котором нажмут кнопочку, и этот лифт будет называться «Социальный лифт». Не случайно среди наставников – руководители регионов, которые еще на церемонии открытия признались. Здесь они не только для того, чтобы передать опыт. Присматривают кадры для себя. Мы ждем вас и в системе образования, и в бизнес-индустрии, и в системе здравоохранения. Везде нужны грамотные управленцы. Приглашаю всех в Подмосковье, кроме делегации Тульской области. Оказывается, тульский губернатор Дюмин просил своих не переманивать. За участников финала будут бороться и наставники. Ведь к кому пойти, решают сами конкурсанты. Почти как в шоу «Голос». Константин Эрнст говорит, хочется нажать на кнопку и повернуться ко многим. Три сотни самых ярких лидеров получат грант. Миллион рублей на повышение квалификации по любой действующей в России программе. Финал конкурса в феврале в Сочи. Участников заранее предупредили – постарайтесь найти на это четыре дня. Ведь у каждого из них уже сейчас ответственная должность и плотный рабочий график. Георгий Альсашвили, Александра Шамне, Екатерина Казаченко, Валерий Жичкин. Первый канал. Продолжение следует... ...